А у вас левая рука, это будет северный, значит, минус здесь будет подаваться с левой руки И здесь будет северный полюс, частицы северного полюса будут сюда заходить И вы когда делаете обмотку, вот вы дошли до края И он говорит, возвращайтесь обратно на начало Ну, можете вот так чуть-чуть И потом мотать опять? И опять сюда Потом опять отошли сюда То есть нельзя мотать вот сюда, потом вот сюда? Да, он говорит, вот типа, нет, он ничего не говорил там, что прям нельзя Но он говорит, что якобы эффект сильней, там кое-где есть Это в Штатах там кто-то тоже там занимался Но они тоже, они все там, ой-ой-ой, там эффект, эффект, эффект А я не нашел, чтобы... Дело в следующем Я предполагаю выпускать интернет-журнал «Эфир-Идин» И предполагаю там завести дискуссионную площадку Ты понимаешь, я настолько загрунся во всяких хвостах Что у меня никак не взяться Но надеюсь, что... Вон, я сейчас Ярослав снимает, я просто покажу людям Да, уже многие знают Это у меня из самого некачественного А если сделать добро, то есть это хорошая магнитно-проницаемость Хорошую взять Там нельзя вообще оторвать Все, а она больше никогда не оторвется У меня висела... Недели 3-4 не снимала она висит Один исследователь США 2 года повесил И потом, более того, когда он... Вот сюда вот щупы... Ну здесь у меня, да, у меня она отрывается И даже легко, как бы еще это самое А обратно виснет? Обратно она чуть-чуть примагничивается Нет, она вообще должна намертво Вот, понимаете, силы нельзя разорвать Вот, не хватает силы, чтобы разорвать Это не от батарейки? Это от батарейки, она у меня уже посажена Там, это ерундовая Ну, как бы, что было под рукой взял Ладно, Кимочка, можете как-то прокомментировать? Что он фокус тут показывает? Нет, я хотел бы, Владимир Владимирович Я хотел бы вам просто дома оставить Оставь Это просто, чтобы мало ли что Вдруг вы где, как это самое Ради интереса где-то поднимите Ну, батарейку тоже Ну, батарейку другую можно Ну, ладно Сколько мне есть? Да или... Четыре с половиной вообще? Да, любую можно Хоть можете даже от обычного источника Постоянного тока Ну, хоть что Тыкс, и он сразу Могу тебе сказать, как и все? Вовремя привез? Почему? А, очень просто Потому что я должен писать Их книжка заданий Вот тому мужику В Ленинграде Да, 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 да Понимаешь, конечно? И, значит, здесь Есть, так сказать, директор и аналогия А, вы сразу выловили уже Да Отлично На ловца и зверь бежит Я же шую Значит, мое объяснение такое Создающий здесь магнитный пуль Создаёт на концах Ну, создаёт, собственно, магнитное поле Но оно есть Вихревое образование И поэтому вот в этом месте Падение давления эфира И полное давление эфира Прижимает её сюда Значит, оно Вечно так не будет Потому что будут потери Но хватит надолго Но хватит надолго Вот Что я отсюда увидел? Я отсюда увидел Интересную штуку Значит, что Величина зазора Может быть очень маленькая Надо же положить по счёту Понимаешь? Да, я вам сейчас всё потом скажу Я думал, что нужно Хотя бы там Несколько десятых миллиметров Там полмиллиметра А ты показываешь, что Оказывается, можно и так Понимаешь? Можно даже по-другому Я можно сейчас ещё Площадь здесь мизерная Да Понимаешь? Да Вот, кстати По поводу площади Алена в своё время Давала информацию Про нашего же русского Какого-то исследователя Ставбуненко Алена? Да Вот у него как раз Вся тематика была настроена На то, в общем Если здесь делать вообще Иголку, она тоже прилепит И причём сила будет больше Чем если площадь большая Мы собирали конструктивы Таких магнитов Реально, чем меньше площадь Тем больше сила Это я тоже понимаю Понимаешь? При одной и той же Обмотке вот здесь Да Понимаешь? Но я имею в виду Что если делать площадь большую То есть обмотку надо Увеличивать Тогда можно получить Большую силу Да Как Алена фамилия? Ну, Алена из железнодорожного Которого ездили Я ещё Знаешь, я ездил, да? Владимир Акимович Я ещё ролик в интернете нашёл Там тоже На таком же эффекте Лицкальнина Все как бы знают этот эффект Но никто Нету хорошего объяснения Там просто обычных Два прямоугольных бруска Примерно такого размера Цельных И ниточка Ну, как ямочка Значит, посередине проходит Через эту ямочку Ложится провод И просто даётся Разряд от аккумулятора Так Тынс От 12-вольтового Всё Их не разорвать Я, ну, как Заинтересовался Думаю, ничего себе Штука интересная И решил А как бы У нас там В Новосибирской области Вот откуда я сам Там проходят Постоянные Улучшения В сфере ЖКХ Я думал Это же можно использовать На домофоны Раз повесил Чик замкнул Оторвать нельзя Если хорошее Нормальное сделать Вот Это же можно использовать Вот Приехал Там, значит Ну, там Предложил Показал Ну, просто Ну, как Просто говорю Что вот Почему У нас вот такие Не используются Зачем вот это Постоянно током Держать Там вот так Вот это всё Ну, растраты Электричество Там Та-та-та-та А разрывать Ну, допустим Так нельзя А вот Нужно А нужно просто Ещё раз Ток обратной Полярности А тут же Тут же А тут самое интересное Тут это Вот Если взять Вот допустим Вот это вот Здесь штука Ну, вот Провода Катушки соединяет Вот если их По-другому Как-то зацепить Ну, они Сцепляются По-моему Крест-накрест Сейчас точно не помню Но если их По-другому зацепить То они Это Значит Как сказать Ничего эффекта То есть Просто Вот допустим Вы подали Ток Примагнитилось Отпустили Оно упало То есть Такого эффекта Нету А вот Именно Вот в такой Последность То есть Очевидно Вот здесь Я замотал Здесь Соединениями Катушек И можно Да Соединение Здесь Проходит Вот здесь Да Это Само Вот я Вам Это Слежу Может быть Там Где-то Всплывет Так сказать Что-то Это Как сказать Что-то Снимается Интересно Зачем Ну так Может что-то умное Скажете Вдруг Вдруг Слушай Это так редко бывает Ну бывает Оно И ценно Потому А то там Не снимай Я пошел Сергей Прокомментируйте Для наших зрителей Что это такое Нет Что это такое Создается Здесь Магнитное поле Вот На этих концах Что там Просто момент Как наматывалось Я еще не успел Снимать Нет Как наматывалось Он не говорит Он говорит Что наматывается Обыкновенно Но не совсем Обыкновенно Потому что Наматывается так Один слой наматывается, а потом этот провод не идет обратно, как обычно, а он возвращается к началу. А потом снова наматывается в той же последовательности. Понимаешь? Оказывается, имеет значение, это уже он сказал, не я. Вот, оказывается, имеет значение куда стоит лицом намотчик. В каком смысле? Надо стоять на восток. Понимаешь? Хотя, казалось бы, какое имеет значение? Это то, над чем надо еще думать. Понимаешь, почему, собственно говоря, имеет значение? Значит, как-то участвует здесь магнитно-земное поле? Может быть. Ну, короче говоря... А если намотчик будет стоять на запад, он не так намотает? Мотать он будет одинаково, что так же сяк. Так, а тогда что же это? А вот тогда что же это? В этом же и вопрос. Тогда что же это? Почему? То, что здесь, благодаря тому, что здесь идет верчение так сказать, эфира в виде магнитного поля, это мне понятно. Ну, вот, значит, но почему оно сохраняется надолго? Понимаешь? Оно сохраняется надолго. Вот отдельный вопрос такой. Почему здесь возникает искриня? Вот, я же вижу. Здесь возникает искриня. Видит ли, что идет искра. Вон она. Нет, конечно, LDI и PDT, это я понимаю, но токи-то здесь мизерные. Понимаешь? Поэтому, как и в любом вопросе, разбираться и разбираться. это просто разряженная полностью батарейка. Очень удобно. Ну, надо просто ровную поверхность. Я, видите, все в самодельном режиме. Тут еще я очень плохо зашлифовал, как не старался. Вот просто раз, раз, все, и поднять. Все. Оно похоже даже на какой-то фокус, как будто бы. Ну, вот так вот и веление такое. И у меня вот очень плохой сердечник с очень плохой магнитной проницаемостью. И у меня это, поэтому он, вот видите, я чуть-чуть ее раз, ну, как бы, и все. И она оторвалась. А так вообще невозможно оторвать. Там настолько силище, там страшно просто. Вот Сергей Делова у себя дома тоже такой игрался, как бы. Там настолько... Поясни, пожалуйста, намотчик должен стоять на восток по религиозным соображениям, или ты сказал на восток, чтобы сориентировать, куда намотку? Это чтобы просто, как механика. Он говорил, что вот вы смотрите на восток, да, значит, у вас по левую сторону вы берете минусовой, как бы, конец, вот вы и аккумулятор подцепляете, у вас минус с этой, с левой стороны. И здесь у вас северный полюс. Он дал точку отчета. Да. Северный полюс. И отсюда мотаете. Ну, он, конечно, говорил, что все, что бы мы там с магнитными полями не делали, как бы мы там не замыкали, что это все равно все проходит через магнитное поле Земли. То есть, это все в совокупности действует. Он так говорил, что как бы мы там что-нибудь подавали в ток. Понятно. Это его интерпретация. Вот от того, первичной без интерпретации. Да, да, да. Его интерпретация. А он тоже без образования. Это совсем не означает, что это именно так оно и есть. Это неизвестно. Согласен. И в принципе, со всем этим делом надо разбираться еще. Да, да, да. Ну, фактически я бы сказал так. Может быть, это все, конечно, неизвестно и так далее, но я лично такого дела не встречал. Да и объяснения нет. Нет хорошего, нормального объяснения. А что там намотано? Какой там сердечник? Да, обычно, значит, я взял от арматуры, вот оконные рамы, арматуры, я отпилил кусок, У-образным, вот загнул, заточил, обшлифовал все и намотал от катушек, вот, от усилителей провод нашел медный и этим проводом намотал катушки. Ну, как бы тоже. То есть, вот как ты сказал, намотка, штрих назад. так как в книжке написано. Так как в книжке. А что за книжка? Книжка называется «Магнитный поток, magnetic current» по-английски. Это вот автор Эдвард Лицкальнин и, так сказать, у него в интернете ездите. Ты мне напиши, как я потом сам посмотрю. Я могу просто начеркануть где-нибудь на бумажке, как называется. Черкань где-нибудь. Черкань. Я закончил этот сюжет как раз черканием. А можно здесь? Так что-то нечей важной. Вот. Это все у него... Понимаешь, у меня, конечно, Берлан здесь, это я понимаю. Да я кусочек. Вот здесь черканье. Вот. Можно прям это... У меня, кстати, есть русский перевод. Я могу или вам, или Ярославу скинуть. Подожди. Здесь она пустая. Нет, не ту ручку взял. А, вот, вот. Да. Это лучше. Я, в принципе, хороший русский перевод могу скинуть. Я раньше сам... Скинь. Приеду домой, скину. Скинь. Это после 5-го числа. Запиши, а перевод скинь. Хорошо, хорошо. Эдвард лидскалнин магнитный поток. Магнитный поток. Поток. Ну, magnetic current, по-английски писать не буду, а называется perpetual motion holder, или вечный держатель. Вечный держатель. Или... Давайте напишу. Перпе... Ту... Иди помогай. Дадут тебе везутку. Вы их разорвали, Владимир Акимович. Пусть идут, делают. Не-не-не, я ничего... Сейчас Сергей все равно пока линцендрат наматывает. Линцендрат? Да. Линцендрат. Будьте здоровы. Ну что? Главное, здесь... Здесь есть мои телефоны внизу, и есть этот самый... e-mail, почта. Все, все. Вот сюда и выше. Положи куда-нибудь. Все, спасибо. Спасибо.